Месячник «Человек с белой тростью» традиционно начинается 15 октября в Международный день белой трости. Трость для незрячего человека – это не просто инструмент, это его глаза. Неравнодушные к этой проблеме люди стараются сделать жизнь инвалидов по зрению легче и комфортнее. На протяжении не одного года разрабатываются технические средства социальной реабилитации для людей с инвалидностью по зрению, выстраивается безбарьерная среда, а также проводятся конкурсы, выставки, шахматно-шашечные турниры, семинары и тренинги. В течение месячника мы провели массу различных мероприятий, встреч, конференций, круглых столов. Мы встречаемся с работниками транспорта, с работниками сферы обслуживания, чтобы рассказывать им о том, как надо правильно общаться с незрячими и слабовидящими людьми, как надо их обслуживать правильно. Встречаемся с представителями здравоохранения, культуры, образования, то есть наши интересы очень многогранные. Ну и, конечно, большую работу ведут наши первичные организации на местах. Конечно, один из глобальных вопросов, которым мы занимаемся все время, весь год, но в месячник наиболее активно, это, конечно, вопрос организации доступной среды для людей с инвалидностью по зрению. Мероприятие «Человек с белой тростью. Тайная грани его возможности» включало в себя подведение итогов месячника «Человек с белой тростью», выставку технических средств социальной реабилитации и награждение победителя областного конкурса по итогам прошлого года, при своении ему звания «Человек года 2018». Победителем стал Андрей Ляпустин, который лишился зрения 16 лет назад. Несмотря на случившееся, он позитивен, ведет активный образ жизни и не боится рисковать. Очень приятно, когда получаешь какое-то признание за то, что ты сделал, за то, что ты старался. Старался. Самое главное – не сидеть на месте. Все заключается в наших головах, в наших отношениях к жизни, в наших целях, в наших мечтах. Надо не бояться мечтать, не бояться ставить цели и к ним двигаться, и все получится. Важным событием на мероприятии стала презентация нового проекта, который реализуется на территории Республики Беларусь. Больше свободы навигационной системы для людей с инвалидностью. Благодаря этому проекту разработали первую белорусскую навигационную систему «Кроки на Гуки». Система включает в себя звуковой, речевой информатор и бесплатное мобильное приложение «Баспоинт», с помощью которого слепой человек может безошибочно идти на звуковой информатор и понимать, что именно там находится тот объект, который ему нужен. Расположен на втором этаже слева от лестничной площадки и так далее, и так далее. Подробное описание всего, как двигаться слепому человеку. Если я имею остаток, я все это читаю. Если идет слепой человек, у него все это озвучено в смартфоне. Главная цель месячника «Человек с белой тростью» – привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей. К тому же нужно менять представление людей о том, как живет в современном мире инвалид по зрению и каких успехов при желании он может добиться.